Приветствую, уважаемые зрители! Вы на канале Кроссмота. Мотоциклы с V-образной двойкой. Это харизматичность звука Harley-Davidson, сбалансированные 90-градусники Ducati, целая плеяда рисовых чопперов, Moto Guzzi с продольным расположением V-образника, гонка Battle of Twins, рекорд Берта Монро на мотоцикле Indian и много еще чего интересного. За многолетнюю историю развития мотоциклостроения таким мотором были оснащены очень многие двухколесные аппараты. В этом сюжете я преследую цель рассказать о самом V-twin, истории его появления, ранних и интересных примеров мотоциклов с ним. И как только мы с вами выясним основные моменты, дальнейшее повествование выстроим по возрастанию угла развала цилиндров. От 18 градусов на Matchless Silver Arrow до 170 на Tsundab CS750. При этом я постараюсь объяснить, чем руководствовались производители при выборе того или иного угла. Я приглашаю вас на пару слов о мотоциклах с V-twin, располагайтесь поудобнее, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, давайте начнем с терминологии. V-twin это двухцилиндровый поршневой двигатель, цилиндры которого расположены в форме латинской буквы V и имеют общий коленчатый вал. Два цилиндра располагаются относительно друг друга под определенным углом, который в зависимости от условий и задач может варьироваться. Для основной массы V-образных двоек это значение находится в пределах от 40 до 90 градусов, однако встречаются и исключения. Теоретически угол V-twin может составлять от 0 до 180 градусов. Большинство двигателей V-twin имеют одну шатунную шейку, которая является общей для обоих шатунов. Шатуны могут располагаться относительно друг друга со смещением, следовательно и смещение цилиндров будет заметно визуально, а могут быть вилочного или лопастного типа, не допуская смещения, что позволяет избежать скручивающих сил на коленчатом вале. Наиболее яркий пример двигателей с не смещенными шатунами на мотоцикле это Harley Davidson. Гораздо меньшая часть таких моторов все же имеет смещение шатунной шейки. Например, на Moto Guzzi B-chilindrica 500 оно составляло 180 градусов. В модели Honda Shadow 750 83 года смещение шатунных шеек составляло 75 градусов. В модели для американского рынка 45. Похожая история была с моделью Suzuki VX800 и Intruder 750. Забегая немного наперед, поясню. Изменение угла шатунных шеек с 75 на 45 градусов позволяло изменить характер работы двигателя, делая его чуть более драйвовым, а звук выхлопа харизматичным. И вот освежив память основные постулаты, можно перейти к истории. Предпосылки к созданию многоцилиндровых двигателей уже имелись в конце 19 века. Двигатель внутреннего сгорания уже был изобретен, теперь развивались вариации на тему, каким образом его можно сделать более мощным. Естественно, первые ДВС были одноцилиндровыми, но очень скоро встал вопрос об увеличении их мощности. Инженеры и конструкторы достаточно быстро смекнули, что добавив еще один или несколько цилиндров, можно добиться прироста мощности при незначительном увеличении веса мотора. И V-Twin стал абсолютно логичным результатом этих изысканий. К одноцилиндровому двигателю был приспособлен еще один цилиндр под неким углом, который определялся исходя из соображений оптимальной компоновки и эргономичности. Сильно разворачивать цилиндры не требовалось в угоду компактности. Было достаточно создания пространства для размещения впускного тракта и карбюратора или выпускного тракта между цилиндрами. А также важным условием для определения угла развала цилиндров было исключение возможности встречи юбок поршней около нижней мертвой точки. Сделать из одностволки V-образник оказалось посильной задачей. Необходимо было в картере двигателя прорезать еще одно окно под второй цилиндр, вкинуть на коленвал дополнительный шатун и помозговать над системой газораспределения и зажигания, чтобы процессы происходили в нужное время. Первые патенты V-Twin'ов датируются 1880 годом. Подавляющее большинство источников отдают пальму первенства в создании первого рабочего двигателя внутреннего сгорания компоновки V-2 Готлибу-Даймлеру. Вот этот 17-градусный твин был построен и испытан в 1889 году. Диаметр его цилиндров составлял 60 мм, а ход поршня – 100. Посредством простых вычислений получаем рабочий объем в 565,5 см кубических. Двигатель мог похвастать мощностью в 1,5 л.с. при 600 оборотах в минуту. Этот мотор Готлиб применил на лодке и на автомобиле Daimler-Stahl-Radwagen, построенный совместно с Вильгельмом Майбахом. Однако, очень часто бывает, что инженеры приходят к очень похожим изобретениям практически одновременно, при этом зачастую даже не зная о существовании друг друга. Период конца 19-го века знает еще ряд интересных конструкций на тему V-образного двигателя. Первая из них – это вот этот трицикл, созданный Джорджем Лонгом в 1880 году в единственном экземпляре. Эта трехколесная самодвижущаяся телега оснащалась 90-градусным V-образным паровым двигателем. Конструкция трицикла была запатентована Лонгом несколько позже, приблизительно в 1882-83. А после непродолжительного периода эксплуатации техника была разобрана. В 1946 году некто Джон Бейтман разыскал 96-летнего Лонга и, заручившись его помощью, заново собрал машину, которая по наши дни выставлена в Смитсоновском институте. Другой интересной подделкой был двигатель Скотта Дюгальда Клерка, который в 1881 запатентовал вот такой двухтактный двигатель. И хоть здесь на первый взгляд прорисовывается V-образная компоновка, однако второй цилиндр использовался как нагнетатель. При этом стоит упомянуть, что многие инженеры пытались добиться работоспособности конструкции с нагнетающим цилиндром, в том числе и Николас Отто. В общем, наработки в сфере двигателя строения велись интенсивно, и если бы не Готлиб-Даймлер в 1989-м, кто-нибудь другой плюс-минус в эти же сроки предложил бы концепцию Ветвина. Уже в 1890 году лицензию на производство двигателя по технологиям Даймлера приобрели французы из компании Panar и Levasor. Уже в этом году Эмиль Левасор и Луи Панар представили первый прототип автомобиля с V2. Этот тип двигателя был революционным. Будучи лучше сбалансированным, он имел гораздо меньшую вибрацию, чем любой одноцилиндровый. Он производил больше мощности и крутился до более высоких оборотов. Пройдет еще десяток лет, и настанет момент одного из самых его легендарных применений – на мотоцикле. И популярность V2 вырастет в космос. За 10 лет с момента появления бензинового V2 на конструкции Даймлера этот агрегат получил определенное развитие, и наступило время его применения на двухколесной технике. На деле выяснить, кто первым оснастил мотоцикл двигателем V2, не так уж и просто. Тут весь казус заключается в том, что в 1902 году, как грибы после дождя, появляются первые мотоциклы с V2. И достоверно установить, что вот этот конкретный был первым, а все остальные – вторым, третьим и так далее – практически нереально. Так что рассмотрим картину в целом. Итак, рубеж 19-20 века – 1899-1901 год. В этот период французский изобретатель Клеман Адер, пионер авиации и телефонной связи, разрабатывает и патентует легкий 90-градусный четырехтактный V-образник. Клеман планировал использовать этот мотор в авиации. О работах Адера было известно Эмилю Робиону из городка Пюто. Эмиль в период 1900-1901 разработал концепцию мотоцикла, который позже будет продаваться под брендом «Мотокардан». В 1902 году 90-градусный литровый Твин Адер расположился продольно в раме мотоцикла. Вторая часть названия говорит о способе передачи крутящего момента на колесо. По другим данным, в серию этот мотоцикл пошел лишь в 1903. Это, кстати, пожалуй, первый в истории человечества мотоцикл с «Карданом». Ну и теперь вы знаете, что явно не Мотогуц или Петр Мажаров с мотоциклами ИЖ-1 и ИЖ-2 придумали расположить V-Twin продольно в раме. Второй аппарат, также претендующий на первенство, был создан в Британии. На заре мотоциклостроения в городе Нордгемптон существовала компания «Принцепс Ауто Ка». Мотоциклы «Принцепс» производились Джоном Хаттоном, торговым агентом техники «Панар» и «Мерседес» между 1902-1905 годами. Сейчас имя этого производителя предано забвению, Но в 1902 году модельный ряд «Принцепс» дополнился мотоциклом с двухцилиндровым V-образным мотором мощностью 4 лошадиные силы. Рабочий объем мотора составлял 422 сантиметра кубических. Журнал «The Motorcycle» на 3 сентября 1902 года весьма лестно отзывался о двухцилиндровом «Принцепс», отмечая низкие вибрации двигателя, а также плавность хода и хорошую мощность. Также журналисты отметили, что ехать на таком мотоцикле ничуть не сложнее, чем на одноцилиндровом. Также одним из первых мотоциклов с «Вэтвином» стал вот этот «Лаурин Клемент», произведенный Вацлавом Лаурином и Вацлавом Клементом в Богемии, сейчас Чехии, а на тот момент территория Австро-Венгрии. Дебют этой техники состоялся на рубеже 1902-1903 года. А вот еще французский мотоцикл марки «Жентиль», также 1902 год. Уже в следующем, 1903 году немецкая компания NSU Motor & Werke производит свой первый мотоцикл со швейцарским трехсильным «Вэтвином». В этом же году в Бирмингеме Чарльз Гаррард построил мотоцикл «Клемент Гаррард» с трехсильным узкоугольным «Вэтвином». Предположительно, угол развала цилиндров «Клемент Гаррард» составлял 30 градусов. В том же году, по другим данным, в 1904 году в Великобритании компания Eclipse Motor & Cycle выпустила модель XL All с 90-градусным V-образником мощностью 5 лошадиных сил. Мотоцикл Eclipse позиционировался как настоящее чудо техники. Рекламная брошюра утверждала, что это самая мощная двухколесная моторная техника, которая к тому же может тащить за собой прицеп и разгоняться до 80 км в час. А еще любой цилиндр двигателя можно было использовать отдельно, позволяя другому остывать, либо подключать оба для максимальной мощности. Также 1903 стал дебютным для британских мотоциклов Iris. Компания De Dion Bouton представляет мотоциклетный «Твин», дебютируют французские мотоциклы «Грифон». В общем, спустя пару лет от появления первых прототипов мотоциклов с V2, каждый уважающий себя европейский мотопроизводитель старался предложить покупателю технику с V2. Вот, например, французская техника «Живодан» 1904 года. А вот немецкий двигатель «Фафнир», который для своей техники закупали около 20 мотокомпаний. А вот бельгийский мотоцикл «Минерва» и так далее. С учетом, что в тот период фирме мастерских, пробовавших свои силы на поприще строительства моторной двухколесной техники, было несметное количество, то перечисление моделей мотоциклов может затянуться. Очень затянуться, но этого я делать не буду. Главное, мы с вами поняли, что V-Twin на тот момент оказался крайне прогрессивным и хорошо вписывался в концепцию мотоцикла. Именно поэтому популярность этого мотора в начале 20 века росла по экспоненте. За океаном в США первый мотоцикл с V2 появился в 1903 году. Нет, это был не Харли Дэвидсон и не Индиан. Видите вот этого статного джентльмена на фотографии. Это Глен Хаммонд Кертис. Кертис наиболее известен как основатель американской авиации, однако, как и многие другие авиаторы той поры, он был еще и мотоциклистом и сорвиголовой. Не просто так за ним закрепилось прозвище «Адский гонщик». Еще в 1899 году Кертис построил свой первый мотоцикл. Его бренд именовался «Геркулес». Спустя два года Глен уже сам производил двигатели, и его продукция выгодно отличалась от конкурентов. Кертис один из первых применил шарикоподшипники во всем двигателе, что уменьшило внутреннее трение по сравнению с валами, вращающимися непосредственно в отливках с плохой смазкой. Он утверждал, что его двигатели производят наибольшую мощность среди всех доступных мотоциклов, и охотно это доказывал на гоночных трассах. В 1903 году Глен строит мотоцикл с пятисильным ветвином. Техника дебютировала в Нью-Йорке в мае в мотоклубе «Ривердейл Хилл Клайм». Кертис занял первое место из 20 участников. Направляясь прямо оттуда в Йонкерс, Глен занял первое место в забегах на 1,5 миль на гоночной трассе «Эмпайр Сити», тем самым перечеркнув плохие результаты заездов прошлого года. Твин Кертис располагал следующими характеристиками. Рабочий объем 695 см3, максимальная мощность 5 лошадиных сил при 2000 оборотах в минуту, угол развала между цилиндрами составлял 50 градусов. К слову, несколько позже, в 1907 году, адский гонщик установит 4,4-литровый V8 в раму, по сути, велосипеда и разгонится до 219,5 км в час по пляжу Ворманд-Бич, став самым быстрым человеком в мире. Но это отдельная история. Кстати, вот сплыла подсказка на сюжет о рекорде Глена Кертиса. Вэтвин Глена сразу же оказался в центре внимания отрасли, и другие американские производители мотоциклов, наблюдая за успехами Кертиса в гонках и рекордных заездах, захотели повторить успех. Несколько месяцев спустя после дебюта Кертиса, был построен Вэтвин компанией Orient, однако Кертис имел гораздо более высокие характеристики. Следом засуетились в компании Indian. Оскар Хедстром, один из совладельцев компании, столкнулся с Кертисом и его мотоциклом вживую еще в 1903 году. И самолюбие Оскара было затронуто. Он решил создать похожую технику, что по характеристикам, что по компоновке двигателя. Гоночный Indian своеобразником в раме был готов к лету 1904 года, а перед публикой мотоцикл дебютировал во время гонки 5 августа 1904 года в Ньюпорт-Бич, Рот-Айленд. Обратите внимание на одноцилиндровую модель Indian. Изначально единственный цилиндр так и остался нагруженным элементом рамы, а второй был присоединен к картеру под углом 42 градуса. Этому углу в Indian будут верны вплоть до конца 40-х годов, когда у компании начнутся проблемы и по итогу она зачахнет. Про современный Indian скажу чуть позже. Пару лет Твин от Indian выступал лишь в гонках, но в 1906 году компания приступила к серийному производству модели, позиционируя ее как спортивную. Первоначально объем V-шки Indian составлял 633 см3, но уже в 1909 году Хэнди и Хэдстром, отцы основателей фирмы, установят новый стандарт объема – 988 кубов. И уже на них будут равняться конкуренты. Кстати, может показаться, что куда-то запропастился Гленн Кертис. Так и есть, он внес огромный вклад, сделав модным V-Twin на американском континенте. Но уже к концу десятилетия он полностью сосредоточил свои финансы и внимание в отрасли авиастроения, забросив мотоциклы. А как же дела обстояли у легенды американского мотопрома – Харли Дэвидсон? Дела там обстояли так же, как и, в принципе, у остальных производителей. Уильям Харли и братья Дэвидсон видели перспективы двухцилиндрового двигателя и после достаточно непродолжительного производства одноцилиндровых аппаратов взялись за разработку V-шки. В феврале 1907 года на Чикагской выставке автомобилей был впервые показан мотоцикл Харли Дэвидсон с двигателем V-Twin объемом 880 см3 и мощностью около 7 л.с. К слову, предшествующая одностволка имела объем 440 кубов и в данном случае путь разработки схож с первым твином от Индиан, то есть удвоение рабочего объема. Эти Харли Дэвидсон были почти в два раза мощнее первых одноцилиндровых. Максимальная скорость составила около 100 км в час. Между 1908 и 1909 годами продажи техники выросли с 450 штук до 1149. Стоит отметить, что первый твин от Харли имел ряд болезней и в целом вышел недостаточно хорошим. Именно поэтому этот мотор продержался в серийном производстве лишь с 1909 по 2011 год. В 1911 был представлен мотор Flathead, который продержался аж до 1929. Стоит отметить, что в первой трети 20 века вы твины тащили массу гонок. Первый победитель Турист Трофи на острове МН в старшем классе в первой гонке 1907 года. Мотоцикл Нортон с двигателем Пежо. Первый небританский победитель в Турист Трофи. 1911 год мотоцикл Индиан с Оливером Готфри за рулем. Рекорд скорости мотоцикла Зенит. 1930 год 150 миль в час и превосходный вэтвин Джаб. И так далее. И лишь во второй половине 30-х заметную конкуренцию V-образнику составит рядная двойка, а чуть позже четверка. Давайте перенесемся в начало века в Британию. Там была организована в будущем одна из самых титулованных фирм, производивших вэтвины. Джаб. Это сокращение от фамилии и имени владельца фирмы и конструктора Джона Альфреда Прествича. Джонни спроектировал и создал свой первый двигатель в 1901 году. Прествич, как и многие другие пионеры двигателей и мотостроения, видел перспективу в V-образных двигателях, которые уже начали появляться на мотоциклах. В 1906 году появляется первый V-Twin Джаб. Первый верхнеклапанный V2 в истории человечества. Джон Альфред Прествич сыграл огромную роль в развитии как британского, так и мирового мотопрома. Изначально он загорелся конструированием и производством мотоциклов, однако уже в 1908 году отказался от этой затеи, полностью сконцентрировав внимание на двигателестроении. Двигатели Джаб были превосходными. Легкие, надежные и крайне производительные. Они завоевали огромную популярность. Они устанавливались в рамы мотоциклов по крайней мере 74 брендов. Британских, французских, немецких, американских и так далее. Эти двигатели приводили в движение превосходные мотоциклы Brav Superior, а венцом творения станут 1,7 литровые твины с наддувом, которые выдавали около 80 лошадиных сил мощности. Этот мотор использовался на мотоциклах Zenit, OEC и Brav Superior с целью установления рекордов скорости во второй половине 20-х – начале 30-х годов. Техника развивала скорость в районе 240-245 км в час. Наверняка вы слышали о десмодромной системе газораспределения. Это фишка мотора в Дукате, однако не в Дукате это было придумано. Джаб запатентовали конструкцию десмодромного клапана в 1923 году. Однако даже не Прествич изначально придумал эту систему. Пионером был некий британец Фрэнк Хэтфилд Арнодд. Это он фактически придумал десмодромную схему в 1910 году, когда проводил эксперименты по повышению надежности систем газораспределения. Вполне логично задаться вопросом, а как обстояли дела с ветвинами в стране советов? Широкого распространения моторы этой компоновки на советских мотоциклах не имели, однако это не значит, что их не было. Первый мотоцикл с ветвином в СССР появился с подачи руководства Автодора и группы инженеров и конструкторов под руководством Петра Владимировича Мажарова. Предварительно в 1927 году Мажаров и другой инженер Адамович отправились в Германию перенимать опыт строительства мотоциклов. Первые пять прототипов мотоциклов ИЖ были представлены в сентябре 1929 года. ИЖ-1 и ИЖ-2 оснащались 1200-кубовым продольным V-образником мощностью 24 лошадиные силы. ИЖ-2 был более ориентирован к условиям бездорожья. Его двигатель имел систему принудительного обдува для более эффективного охлаждения, а также привод на колесо коляски. Шасси ИЖ-1 и ИЖ-2 было во многом вдохновлено конструкцией мотоциклов BMW. Однако Мажаров отказался от характерной для BMW компоновки моторов, посчитав торчащие по бокам цилиндры не самым лучшим решением. Именно поэтому был разработан V-образный продольный твин. Еще один прототип первых мотоциклов ИЖ оснащался V-твином. Это была модель 3 с двигателем немецкой фирмы Wanderer объемом 750 кубов. Все эти мотоциклы участвовали во втором всероссийском мотопробеге в сентябре-октябре 1929 года. Техника успешно прошла маршрут пробега и дорогу от Ижевска до Москвы и обратно. Около 3300 километров. Однако все пять моделей мотоциклов так и остались на этапе прототипов. Их производство на Ижмаши освоено не было. Еще одной попыткой освоить производство V-твина был прототип Nati A750 и последовавшая несколько позже серийная модель мотоцикла PMZ A750. И к созданию этого аппарата непосредственно имело отношение Петр Мажаров. Постановлением ВСНХ от 5 октября 1931 года было принято решение о производстве в СССР мотоциклов для Красной Армии. В качестве прототипа конструкции ходовой части использовался мотоцикл BMW. Дуплексная рама из штампованных профилей, сложенный внутрь бензобаком емкостью 21 литр, что было достаточно новаторски, работала с передней рессорной вилкой. За основу двигателя был избран V-образный нижнеклапанный 750-кубовый образец американской фирмы Harley-Davidson. Прототипы Nati A750 были готовы к 1933 году, прошли испытания и были рекомендованы к серийному производству. В 1934 выпуск был организован на Подольском механическом заводе. Это был первый серийный советский тяжелый мотоцикл. К 1939 году было создано 4636 экземпляров. Реальная эксплуатация показала низкую надежность PMZ A750. Одной из причин являлась капризность регулятора опережения зажигания, поэтому PMZ иногда расшифровывали «попробуй меня заведи». Кроме того, на скорости 40-50 км в час могли возникать прогрессирующие вибрации переднего колеса. В 1939 году мотоцикл был снят с вооружения Красной Армии из производства. После этого года вэтвины на отечественной мототехнике не встречались. В целом, в мировой практике можно заметить, что ближе к середине 20 века доминирование двигателя этой архитектуры в гонках и рекордных заездах спало. Лямку стали тащить двигатели более прогрессивной конструкции, к примеру, рядные четырехтактные четверки, V4, злые двухтактники различных схем. И вот вам факт. Двухцилиндровый V-образный двигатель применяется только в четырехтактном исполнении, так как необходимость применения разделенных кривошипных камер в двухтактном двигателе не позволяет разместить кривошипы близко друг к другу, что сводит на нет преимущества V-образной компоновки двухцилиндрового двигателя. Однако, в любом правиле бывают исключения, и в плане вэтвинов это британский мотоцикл Langen 250 2023 года с двухтактным двигателем. Конструкторам в моторе этого мотоцикла удалось осуществить разделение кривошипных камер, сохранив компоновку L-Twin. И несмотря на то, что V-Twin перестал быть самым прогрессивным мотором в плане производительности, он крепко занял ряд ниш. Круизеры в подавляющем большинстве оснащаются этим мотором, потому что исторически так повелось. Харли Дэвидсон и Индиан задали стандарт классического американского мотоцикла, а остальные равнялись на этот образ. Мотогуцы, обладая солидной историей и смелыми решениями, в 67-м пришли к продольному твину и остаются ему верны по сей день, как в принципе верны 90-градусной двойке ребята из Дукати. Большие турэндуро, мотарды и стриты от КТМ используют V-образник, хотя в последнее время наметилась тенденция на переход к рядной двойке. Также не стоит забывать о массе V2 родом из Японии, а это не только круизеры, но и ряд дорожников, туристов и спортов. В общем, дорогие зрители, за эти 20 минут повествования, или сколько мы там с вами говорим, мы естественно рассмотрели лишь крайне малую часть мотоциклов с V-Twin, а ведь еще двигателем такой архитектуры оснащались некоторые автомобили. Если интересна эта тема, пишите комментарий в поддержку, сделаю отдельное пару слов. Самое главное, мы увидели общую картину, как и когда был V2 построен, какие производители стояли у истоков, какие стали лидерами рынка. Теперь же предлагаю рассмотреть этот двигатель в контексте возрастания угла развала между цилиндрами. Во время работы над этим материалом я все думал, почему у V2 такое большое количество вариантов угла развала цилиндров в диапазоне между 40 и 90 градусами. Почему инженеры и конструкторы не остановились на паре-тройке наиболее оптимальных значений. Почему один и тот же, по сути, двигатель имеет такую вариативность. И роясь в массе материалов и попутно монтируя сюжет, я наткнулся на очень хорошую англоязычную статью, которая несколькими абзацами грамотно поданного материала расставила все точки над И. Смотрите, самая распространенная схема коленчатого вала для V2 имеет одну шатунную шейку, общую для обоих шатунов. Такая схема располагает прочным и компактным коленчатым валом. И самой большой проблемой при создании V2 было то, что юбки-поршни ударялись друг от друга около нижней мертвой точки. Как вы знаете, ранние ДВС обладали следующей особенностью. Диаметр цилиндра был зачастую заметно меньше хода поршня. Именно это условие позволило Готлибу-Даймлеру создать именно 17-градусный твин. На заре распространения V2 на мотоциклах все вот эти углы 42, 45, 47, 50 и так далее градусов были продиктованы размерностью ЦПГ и тем условием, что юбки-поршней не должны встретиться. И, естественно, компактностью двигателя. Во-первых, тогда V2 строили зачастую отталкиваясь уже от существующего одноцилиндрового мотора. Те же Индиан, те же Харли Дэвидсон и так далее. Во-вторых, желательно было внедрить твин в раму от предшествующей модели одноцилиндрового мотоцикла с минимальными переделками. Это попросту дешевле. Что же касается V2 с разнесенными шатунными шейками. Количество мотоциклов, использующих такое решение в своем двигателе, очень мало. К примеру, гоночный мотогуц и бицилиндрика, дебютировавший в 1933 году. А еще японские бренды Хонда и Сузуки флиртовали с V-образными двухцилиндровыми двигателями с разнесенными шатунными шейками в 80-е годы. Хонда 650 Хоук, Шэдоу, Сузуки Интрудер, ВИКС-800. Замысел состоял в следующем. Разнесенные шатунные шейки обеспечивают баланс по вибрациям первого порядка при условии, что угол смещения шатунной шейки плюс удвоенный угол между цилиндрами равен 180. В отличие от ГУЦ, эти моторы не имели центрального подшипника на коленвале. Разнесенные шатунные шейки вместо этого соединялись в центре кривошипа относительно тонким диском. Все было хорошо на проектных оборотах двигателя, однако, когда моторы модифицировали для участия в гонках, срок службы коленчатого вала резко снижался. Впоследствии от этой схемы отказались. Исходя из полученной информации о влиянии размерности ЦПГ на угол развала цилиндров, нам становится понятно, что если мы хотим создать высокопроизводительный Вэтвин, то нам понадобятся цилиндры большого диаметра. Это позволит увеличить размер клапанов и их количество для более качественного наполнения цилиндров. А для создания оборотистого спортивного двигателя нам необходим короткий ход поршня. И такие двигатели будут иметь большой угол развала цилиндров, а все из-за пресловутой встречи юбок поршней. Посмотрите на Вэтвины со спортивным характером. Угол развала их цилиндров находится в диапазоне от 60 до 90 градусов. Гоночная Апрелия РСВ Милле 60 градусов, КТМ 75, Дукати 90. Из Вэтвинов по вибрациям первого порядка сбалансирован лишь 90 градусник, так называемый Эльтвин. Остальные могут быть сбалансированы либо смещением шатунных шеек, что является крайне редким решением, либо балансировочными валами. В наши дни наиболее распространенная технология. Погнали по углам. И открывает парад крайне редкая и уникальная техника. Это британский мотоцикл Matchless Silver Arrow с 18 градусным Вэтвином. Этот аппарат был построен в одной из старейших британских мото-компаний, а разработкой занимался один из владельцев компании, инженер и двухкратный победитель турист-трофи на острове Мэн Чарльз Ричард Кольер. С первого взгляда может показаться, что двигатель серебряной стрелы рядный, но это не так. Посмотрите на вот эту схему двигателя. Это был интересный эксперимент на тему создания V-образника моноблочной конструкции. Малый угол развала цилиндров позволил использовать общую головку блока цилиндров, да и сами цилиндры были отлиты одной деталью. Больше никакой практической ценности угол в 18 градусов не представлял. Схема отчасти напоминает техническое решение, которое использовала автомобильная компания Лянча на своих ранних V4. Двойка Silver Arrow располагала рабочим объемом в 400 кубов и могла похвастать максимальной мощностью в 16 лошадиных сил. Мотор был длинноходным при диаметре цилиндра 54, ход составлял внушительные 86 мм. Мотоцикл производился с 1929 по 1933 год. Техника была весьма вычурной, а ее производство припало на период Великой Депрессии. В общем, такие условия не способствовали большому тиражу и за 4 года с конвейера сошло чуть менее 2000 серебряных стрел. И вот с 18 градусов мы сразу перескакиваем на 42. Кто внимательно слушал выпуск, уже помнит, что этот угол облюбовали в 1904 году Хедстром и Хэнди, соучредители компании Индиан. И начиная с того года и по началу 50-х, все Витвин Индиан, за исключением армейской модели 841, о которой я скажу чуть позже, были верны углу 42 градуса. Все из-за пресловутой размерности ЦПГ. В Индиан остановились на этом значении и в принципе в течение полувека всех все устраивало. Дальше идет угол в 45 градусов. А это все классические моторы Харли Дэвидса, начиная с прототипа Витвина в 1907 году и по сей день. А еще это запатентованный звук выхлопа Харли. Также этому углу следует ряд двигателей японских круизеров. К примеру, Хонда VT1100, Сузуки VX800, Сузуки Боливард C50. 47 градусов. Таким углом развала цилиндров располагал мотоцикл Винсент Рапид модель А. В 1936 году Фил Ирвинг и Фил Винсент пришли к строительству превосходных и мощных литровых V-образных твинов. И так появилась модель Винсент Рапид, первое поколение, которое выпускалось с 1936 по 1939, то есть до начала Второй мировой. А поскольку за основу, как обычно, были взяты основные детали одноцилиндрового мотора, то подгоняя конструкцию под имеющиеся размеры цилиндропоршневой был выбран угол 47 градусов. Модель B разрабатывалась во время войны и дебютировала уже после ее окончания в 1946 году. Двигатель был перепроектирован под угол 50 градусов, чтобы служить нагруженным элементом рамы. Существует еще ряд техники с 50-ти градусным твином, но прежде упомянем 49-ти градусный. Такой угол используется на линейке современных двигателей Индиан Thunderstruck. Этот мотор появился в 2013 году в рамках воскрешения легендарной американской мото-компании. Мотор Thunderstruck устанавливается на следующие модели Chief, Chieftain, Roadmaster и Springfield. А теперь наступил черед продолжить про 50-ти градусное V2. Помимо моделей Wincent Rapid B, Black Shadow и Black Prince, двигатель с таким углом развала цилиндров устанавливался на BSA Model E 1919-1924 годов, Brav Superior SS100 24-36, Matchless Model X 29-40, Kawasaki Vulcan 1500, а также на все мотоциклы Victory. Господа, мой любимый Victory Vision, моя мечта просто. 52 градуса. Honda Shadow с 1997 года по настоящее время. Семейство мотоциклов Honda в лице моделей Transalp, Diaville и NTV, по сути с одним и тем же мотором. Kawasaki Vulcan 2000 вперед с 2004 по 2010 год. 54 градуса. Suzuki Bolivar C109R и его собрат M109R. 55 градусов. Kawasaki Vulcan 750 с 1985 года по 2006, а с 2006 и по наши дни его преемник Vulcan 900 Classic. 56,25 градусов. Да, именно такой совершенно непонятный обыватель угол развала цилиндров используется в двигателе S&D SX Wedge. Дальше у нас идет 60 градусов. Это такая золотая середина между компактностью и балансом. Моторы с таким углом развала цилиндров требуют только один балансирный вал. Вэтвины такой архитектуры устанавливаются на Yamaha XV 250, Dragstar 250, наряд мотоциклов Indian, в частности Scout, Challenger и Pushed. В 2001 году в Harley-Davidson в модели V-Rod пришли к более производительному 60-градусному твину, в котором был применен ряд инноваций для бренда. Четырехклапанные головы, жидкостное охлаждение и так далее. Мотор разрабатывался при участии представителей из Porsche. V-Rod был воспринят сообществом харлееводов в штыки. Не просто так он получил прозвище Выродок. Для пораженных фанатов марки это произведение инженерной мысли было чуждым. Угол не тот, не воздушное охлаждение. Однако новые наработки пригодились и в 2021 дебютировал абсолютно новый 60-градусный вэтвин от Harley под названием Revolution Max. Этот мотор устанавливается на первый тур эндуро компании под названием Pan America. 60-градусники делали в компаниях S&S и Sput. Также с этого угла начинаются с порты. Апрелия RSV Mille, в пример, или гоночный Harley-Davidson VR1000. 70 градусов. Это двигатели Suzuki RGV 250, 88-98 год, Yamaha Virago 535, 87-2004, Yamaha Dragstar 650 с 97-го по настоящее время. Весьма интересен угол в 72 градуса. Именно на этом значении остановился инженер Франко Ламбертини из компании Motomarini. В начале 70-х он хотел создать конкурентоспособный, мощный гражданский мотоцикл в классе 350 и 500 кубов. При этом условиями была максимальная легкость двигателя, а также возможность создания синглов половинного объема на том же картере. Франко остановился на весьма интересном угле развала цилиндров. Геометрически 72 градуса имеют 5-цилиндровые радиальные моторы между каждым цилиндром. Ламбертини не упоминал, вдохновлялся ли он авиационными моторами, лишь сказал, что такой мотор достаточно сбалансирован без необходимости достижения угла 90 градусов. К тому же Франко использовал весьма интересные камеры сгорания под названием Герон, а их эффективность наибольшая на короткоходных моторах с высокой степенью сжатия. Motomarini 350 и 500 с этим интересным V-Twin производились в период с 1974 по 1989 годы. В 1980 году 500-кубовый твин Marini установили на эндуро модель Camel 500. Еще один инженер, которому понравился угол в 72 градуса, это Эрик Бьюэл. Эрик добивается максимальной производительности своих моторов и техники, в которую они установлены. Эрик Бьюэл Рейсин 1190RR с пиковой мощностью в 185 лошадиных сил и крутящим в 126 ньютон метров, тому пример. 75 градусов. Первое, что сразу вспоминается, это легендарный КТМовский V-образник LC8, который стоит на адвенчерах Motardi SMC, Naked Duke и гонщике RC8. Также Hussong GT250 с 2005 года, Yamaha Virago с 1981 по 2008, Yamaha Dragstar 400-1100. 80 градусов. Таким мотором с продольным расположением в раме оснащалась серия мотоциклов Honda CX 78-83 годов. Такой угол имеют двигатели Rotax 810, 660, 490. 87 градусов. Тоже необычный угол для V-образника. И догадайтесь, кто отличился. Франко Ламбертин из Moto Marini. В 2005 году эта компания представила мотоцикл Corsara 1200 с двигателем Биальбера Коста Корта. И почему Франко остановился на отметке 87, не добрав 3 градуса до L-Twin, совершенно не ясно. Возможно, он не хотел создавать что-либо похожее на Ducati. И вот мы добрались до острова стабильности, 90 градусов. Частный случай в Этвине, именуемый L-Twin. И обычно, когда речь заходит о двигателе этой конфигурации, все вспоминают в первую очередь Ducati. Именно Ducati раскрутили термин L-Twin. Так вот, Ducati после Второй мировой начали с легкой мототехники и мотороллеров. Тех штук, которые были популярны в Италии и Европе. Основные достижения компании Ducati тесно связаны с именем конструктора Фабио Тальони. В 90-градусного Твина есть точная дата рождения. 20 марта 70-го года. Британский историк Ян Феллан рассказывает, что Тальони нарисовал свой первый эскиз в Этвина в последний день зимы 70-го года. Вскоре мотор был воплощен в металле, а в 71-м году дебютировала модель 750 GT. Тальони шел по пути практицизма и создания эффективного и сбалансированного двигателя. И 50 лет этот мотор, да еще и с досмодромной системой клапанов, был фишкой Ducati. Однако мир не стоит на месте и последние несколько лет итальянская фирма в больших своих двигателях стала уходить к компоновке V4. Не стоит думать, что Тальони был первым, кто додумался до 90-градусного Твина. Ведь еще на заре создания мотоциклов с V2 в 1902 существовал французский мото-кардан с продольным 90-градусным Вэтвином. И уже тогда инженеры понимали, какие плюсы и минусы сулит эта компоновка. Кстати говоря, все продольные двойки мото-гуцы тоже имеют угол 90 градусов. Армейская версия Indian 841. Японские мотопроизводители в определенный момент тоже приметили L-Twin. Им оснащаются Suzuki SV400, 650, 1000, TL1000, Vistrom 650 и 1000. Honda VTR 1000F, RC51, VT125 Shadow. И вот отойдя от достаточно популярных углов развала цилиндров в Твина, мы с вами снова возвращаемся к экзотике. Мы подобрались к углу в 120 градусов. И мотоцикл с таким мотором существовал. Это Moto Guzzi Bicilindrico 500. Этот мотоцикл был весьма знаковым гоночным аппаратом в истории итальянской компании. Разработал эту диковинку Карло Гуцци в начале 30-х годов прошлого века для доминирования в гонках. А катализатором послужила неудача в 31-м году четырехцилиндровой модели с наддувом и устаревание классической для марки горизонтальной одностволки. Требовалось нечто новое и Карло, опираясь на удачную одноцилиндровую 250-ку, добавил к ней второй цилиндр под углом 120 градусов. Такой угол был обусловлен рядом причин. Во-первых, обеспечение максимально качественного охлаждения. Все-таки двигатель форсированный и гоночный, грелся он знатно. Во-вторых, в отличие от всех, в Итвинов на тот момент шатунная шейка не была общей. Дабы снизить скручивающие силы на коленвал, между шатунами применили подшипник. У итальянцев получилось создать крайне удачный гоночный мотоцикл, сочетавший в себе достаточную мощность и надежность, а также небольшой вес и хорошее шасси. Бицилиндрика 500 впервые дебютировала в Гран-при в 33-м году. С перерывом на Вторую мировую выступала аж по 51-й. В 35-м году этот мотоцикл с гонщиком Стэнли Вудсом одержали победу в старшем классе в гонке Туристрофи на острове Мэн. Поначалу мотор выдавал 41-ю лошадиную силу мощности, а к концу 40-х – 47. Аппарат разгонялся до 200 км в час. И последний мотоцикл в этой гонке цифр имеет угол развала цилиндров аж 170 градусов. Это немецкий армейский мотоцикл Цундап КС-750. Однако есть одно «но». Двигатель Цундап КС-750 можно считать либо 170-градусным ветвином с шатунными шейками, разнесенными на 180 градусов, либо оппозитом с нестандартным углом между цилиндрами. На эту тему можно долго дискутировать. Скажу свое мнение. Отталкиваясь от истории мотоциклов Цундап, я склонен считать, что двигатель Цундап КС-750 – это экзотическая версия оппозита. В модельном ряде Цундап до модели КС-750 был ряд оппозитов – К400, К500, КС-600, К800 и ни одного ветвина. Многие из этих мотоциклов несли службу в вермахте, но все же оставались лишь несколько приспособленными для военных гражданскими моделями. КС-750 разрабатывался исключительно для нужд военных, и каждый цилиндр его двигателя подняли на 5 градусов относительно горизонтали, чтобы увеличить дорожный просвет. А на этом моменте повествования я приветствую всех тех, кто на двухцилиндровый оппозит любит говорить ветвин с углом развала цилиндров 180 градусов. Давайте разбираться. Одной из основных философий двигателя V2 является общая шатунная шейка. Как вы могли заметить, за исключением одного мотоцикла Мотогуцци и пары Хонды и Сузук, все ветвины имеют одну общую шатунную шейку. И если мы делаем такой мотор с углом 180 градусов, то он будет работать вот так. И смысл такого двухцилиндрового мотора? Он же вибрирует как бешеный. На вот этих кадрах с канала, автор которого делает моторы различных компоновок и скабовских комплектующих, это хорошо видно. Другое дело, если мы сгладим вибрации, добавив хотя бы еще одну пару цилиндров. К тому же, если копнуть историю, то оба варианта, оппозит и ветвин, появились практически в одно время и развивались параллельно. Карл Бенц, человек, впервые построивший оппозитный мотор, называл его контродвигатель, а несколько позже за ним твердо закрепился термин «горизонтально оппозитный» или «боксер». С другой стороны, оппозит чисто в теории, можно рассмотреть как частный случай ветвина с разнесенными на 180 градусов шатунными шейками. Но это только в теории. В общем, хватит разводить демагогию, если интересна тема оппозитов, у меня есть на канале большой выпуск о них. Друзья, мы с вами рассмотрели широкий спектр двигателей V2, отталкиваясь от угла развала цилиндров. Я постарался упомянуть все существующие, однако с их изобилием я не исключаю, что мог что-то пропустить. Если я вдруг упустил именно любимую вам модель мотоцикла, не обижайтесь. Я обещал, что в этом выпуске мы немного обсудим мотоциклы с продольным расположением V-образной двойки. Так вот, количество моделей такой техники несколько больше, чем модельный ряд больших мотогудс и 1966 года и Honda CX. Подобное расположение двигателя сулило как ряд преимуществ, так и недостатков. Из плюсов можно отметить следующее. Хорошее охлаждение набегающим потоком воздуха, актуально для двигателей с воздушным охлаждением. Возможность использования карданной главной передачи и создания компоновки, когда двигатель, коробка и кардан располагаются вдоль друг за другом. Недостатки. Большая ширина мотоцикла, больший риск повреждения силового агрегата при падении, а также наличие реактивного момента вращающихся масс, которые заставляют мотоцикл наклоняться, реагируя на повышение оборотов двигателя. Насколько вы помните начало этого сюжета. Первый мотоцикл с продольным ветвином был построен в 1902 году французом Эмилем Робионом и назывался Мотокардан. Модель производилась малой серией пару лет. Не исключаю, что в период раннего мотоциклостроения существовало еще некоторое количество подобной техники. В 1929 году в Ижевске были построены прототипы ИЖ-1 и ИЖ-2. Мы о них уже с вами говорили. Спустя два года, в 1931 году похожий мотоцикл разработала британская компания AJS, модель S3. S3 оснащался 50-градусным 500-кубовым твином мощностью всего-то 5 лошадиных сил. Двигатель эффективно охлаждался и при этом был достаточно компактным, не особо выпирая за пределы топливного бака. В отличие от большинства мотоциклов с продольным твином, передача крутящего момента на заднее колесо у AJS осуществлялась цепью. Техника задумывалась как роскошный туристический мотоцикл, и это его сгубило в эпоху депрессии. AJS S3 стоил дороже, чем мощная литровая модель компании. Проект был свернут, да и сама компания к концу 1931 оказалась банкротом и была выкуплена матчлесс. Следующий мотоцикл родом из Германии, это Ardi 750 1938 года. За разработку отвечали конструкторы Norbert Riddle и Richard Kuehren. Википедия и еще пара источников утверждают, будто бы это двухтактный ветвин. Однако это неверно. Это самый, что ни на есть, четырехтактник с нижним расположением клапанов. Было выпущено несколько прототипов, а дальнейшему развитию проекта помешала война. Следом у нас идет ранее упоминаемый Indian 841. В 1941 году правительство США обратилось к Harley Davidson и Indian с заказом на разработку специального мотоцикла для ведения боевых действий в Северной Африке. Выдвигался ряд требований, в частности эффективное охлаждение мотора в условиях жаркого климата и карданная передача на заднее колесо. Harley Davidson представил на суд военных свою модель XA. По сути, Джон Новак, создатель XA, практически полностью скопировал силовой агрегат и трансмиссию с BMW R71. А вот в Indian пошли по иному пути, предложив модель 841 с продольным 90-градусным V2, объемом 744 см3 и мощностью 24 л.с. Оба мотоцикла постигла одна и та же участь. После строительства 1056 Indian и приблизительно такого же количества оппозитных Харлеев, операция в Африке закончилась и мотоциклы, которые были дороже стандартных моделей Chief и Scout у Indian и WLA у Harley, оказались не нужны. Первый итальянский мотоцикл с продольным V-образником появился в 1951 году. Это была гран-приная модель Lombretto 250. Ее 90-градусный твин объемом 247 кубов выдавал максимальное 29 л.с. мощности и позволял разгоняться до 170 км в час. Мотоцикл выступал до 1953 года. Следующий прекрасный представитель данного вида – Victoria V35 Bergmeister, родом из Германии. Компания Victoria из Нюрнберга была достаточно смелой в своих разработках. Первые идеи новой модели, которая должна была принципиально отличаться от конкурентов, возникли в начале 1951 года. В 1953 дебютировала модель V35 с 80-градусным верхнеклапанным 350-кубовым твином мощностью 21 л.с. Однако компания переживала не лучшие времена и во второй половине 50-х окончательно зачахла. Было произведено всего около 1000 таких мотоциклов. По схожему с Victoria пути строительства техники пошла японская фирма Maruso Lilac. С 1959 по 1964 год на рынке была представлена линейка техники в диапазоне рабочих объемов от 125 до 300 кубов. Несмотря на большую схожесть с немецким V35 Bergmeister, японцы пошли немного иным путем. Так угол развала Maruso Lilac составлял 66 градусов. Еще одно значение в копилку углов V-twin. В середине 60-х в компании Moto Guzzi назрели изменения. В 64-м умер Карло Гуцци. Обновившееся руководство компании желало создать новый двигатель и влезть в прибыльные ниши, чтобы удержаться на плаву. В 65-м году Джулио Чезаре Каркана разрабатывает парадольный 90-градусный V-образный твин, который по сей день остается визитной карточкой Moto Guzzi. А тогда, на момент второй половины 60-х, перед Каркана маячил выгодный контракт с итальянскими органами на поставку таких мотоциклов в полицию. Moto Guzzi выпустили массу моделей техники с этим V-образником в диапазоне от 350 до 1400 кубов. И продолжают выпускать по сей день. Как вы думаете, в Этвин какого самого большого рабочего объема устанавливался на мотоцикл? Рассматриваем как серийные модели, так и единичные самоделки. У топовых Харлеевских моторов объем доходит до 1,9 литра. У Ямаха Стратолайнер схожий объем. У Вулкана 2 литра. Самый большой мотор СНДС располагает объемом 2350 см3. Однако это не предел. Есть у меня на примете два настоящих монстра. Первый был построен поляком Станиславом Скура в 1949 году. Станислав работал на аэродроме, имея доступ к авиационным запчастям и производственной базе, построил мотоцикл с коляской МСС-1. Мотоцикл Станислава Скуры. Объем двигателя составлял внушительные 4,5 литра. Это была монструозная техника, способная вместить 8 человек, а то и больше. Однако, довольно скоро об этой подделке прознали польские военные и заставили мотоцикл уничтожить, ссылаясь на то, что Скура использовал детали, комплектующие от военных самолетов. Второй мотоцикл – это современная подделка под названием Flying Millard, построенная британским кастомайзером Алленом Миллиардом. Объем этого 70-градусного твина – 4888 сантиметров кубических, и это самый большой ветвин в мотоциклетной раме. И под конец всего материала хочу немного сказать о самых быстрых мотоциклах с ветвином. Так, самая первая официально зарегистрированная рекордная скорость принадлежит Глену Кертису, который в далеком 1903 году установил рекорд средней скорости на 1 милю в 103 км в час, побив неофициальный рекорд в Этвина Пежо. В ту эпоху развитие техники шло огромными шагами. Уже во второй половине 1920-х Джордж Брав создавал превосходные мотоциклы Брав Супериор с двигателями Джаб. Серийная модель SS100 гарантированно развивала скорость 160 км в час. Рекордные мотоциклы Брав Супериор, Зенит и OEC с компрессором развивали скорость до 240 км в час. Спустя десятилетия после появления превосходного Брава в Британии родился ветвин Винсент. После войны этот литровый 50-градусный прошедший модернизацию агрегат будет устанавливаться на самый быстрый серийный мотоцикл в мире – Винсент Блэк Шэдоу и его спортивную версию Блэк Лайтнин. Блэк Шэдоу в стоке разгонялся до 200 км в час. В 1948 году Ролли Фри установил рекорд скорости США на солончаке Бонневиль, штат Юта, развив скорость 241,85 км в час на специально подготовленном Винсент. И да, он действительно ехал в одних трусах, шлеме и очках. В последствии Блэк Лайтнин установил национальные рекорды скорости в Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африке, а также Австралии. Нельзя пройти мимо истории новозеландца Берта Монро, который, мечтая установить рекорд скорости, около 20 лет совершенствовал свой старенький Индиан Скаут. Труды Берта не прошли даром. Его Индиан, который с завода разгонялся лишь до 90 км в час, в 1962 году показал результат 288. А спустя 5 лет Берт немного увеличил объем двигателя и установил рекорд 295,44 км в час. Хотя во время квалификационного заезда, который закончился падением, он показал результат 331,52 км в час. Ряд рекордов скорости принадлежит и мотоциклам Харли Дэвидсон. В 1970 году известный гонщик Кел Рейборн на стримлайнере с мотором от Харли Дэвидсон Спортстер разогнался до 427 км в час в Бонневилле. Этот рекорд держался до 1975 года. 14 июля 1990 года очередной рекорд установил Дэйв Кампас на Изи Райдерс Стримлайнер с двумя полуторалитровыми двигателями Харли Дэвидсон. Рекорд составил 519,609 км в час и этот результат продержался 16 лет. Друзья, на этом моменте повествование подходит к концу. В этом материале я постарался собрать воедино как сухую теорию о Вэтвинах, так и ряд интересных и занимательных фактов о мотоциклах с таким двигателем и личностях, которые прилагали усилия по созданию всего этого великолепия. Вэтвин это воистину легендарный мотор с богатейшей историей. И я надеюсь, что выпуск оказался для вас интересным и вы определенно не зря провели час своего времени. Если это оказалось действительно так, помогите этому видео собрать много просмотров. Поделитесь им со своими друзьями и знакомыми, сделайте репост в какие-либо социальные сети. Комментарии и подписка также приветствуются. А желающие поддержать мой труд монетой найдут необходимые реквизиты в описании видео. Благодарю за внимание. С вами как всегда был канал Кроссмота. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok